Когда я пришел и начал заниматься вопросом интернета, это был 1997 год. Более того, я был самым юным участником этого процесса, и по возрасту, и по стажу. И, конечно, мне было неуютно немножко среди всех таких грандов, которые формировали и создавали российский интернет в те годы быть. Поэтому я рос вместе с интернетом, многому чего научился. Когда я перешел на работу в Айкен, это был уже 2014 год, через много-много лет после того, как я написал свои первые статьи о правых вопросах интернета на русском языке. Это вообще год 1995, то есть это такая древность, что, видимо, еще динозавры по лесам бегали. То, конечно, мне было интересно сравнить, насколько тот опыт, который был у меня, он так или иначе может быть соотнесен с опытом других стран. Ну, в первую очередь, конечно, нашего региона. Для меня было очень большим удивлением и очень приятным удивлением, что практически все наши соседи так или иначе повторяли то, что было у нас. Более того, по своему психотипу, по своему, так сказать, подготовке, люди, которые делали интернет в Армении, в Казахстане, в Грузии, на Украине, в Белоруссии, они очень похожи, похожи на нас, на тебя, на всех, кто сейчас работает в КЦ. То есть, вот как-то, да, действительно думали одинаково, делали примерно одни и те же схожие вещи. Еще более было приятно, что очень многие вещи они смотрели и, если не копировали, то так или иначе заимствовали из нашего российского опыта. То есть, было очень приятно, что мы были какими-то первопроходцами в России, но многое что делали того, что было потом воспринято и у наших соседей. Давай тогда, вот раз ты затронул историческую тему, да, когда ты пришел в доменную отрасль, фактически это был еще конец 90-х годов, я так понимаю, где-то там вторая половина середины. 97-й. 97-й год. А тогда существовала координационная группа, еще координационного центра не было. Я прекрасно понимаю, что ты застал и был одним из участников фактически создания распределенной системы регистрации доменов, когда не один регистратор, а много, и как такового создания координационного центра. Может быть, ты какие-то яркие для себя запомнившиеся моменты из тех времен помнишь? Ну, я, конечно, помню бесконечные споры, крики, иногда чуть ли не драки на создании координационного группы, когда целый ряд независимых регистраторов, ну или тех, кто хотели им стать, всячески обвиняли Рос-Нейрос в каких-то там неблаговидных замыслах, неблаговидных действиях. Я пытался во всем этом разобраться и понимал, что Алексей Павлович абсолютно честно работает и очень тяготится тем, что к нему приписывают, и очень хочет создать какую-то структуру, которая потом стала координационным центром. Но, кстати говоря, я был одним из тех, кто как раз понимал в тот момент, что ничего менять не нужно. Все и так работает, зачем что-то чинить, когда еще ничего не сломалось. Поэтому, хотя я и принимал участие в написании и обсуждении всех учредительных документов в КЦ, я это делал с определенным недоверием к тому, что может получиться. Но, к счастью, получилось все очень неплохо. Что-то потом пришлось, конечно, несколько раз переделывать. Но, тем не менее, оказалось, что люди, которые в 90-х годах интернет создавали, у них была очень высокая степень, так сказать, предсказательной силы. Они хорошо видели, во что это может потом превратиться. И как нужно сделать так, чтобы это превратилось во что-то очень устойчивое, долгосрочно работающее. Что, собственно, и произошло. Поэтому я очень благодарен судьбе, что меня вот она свела с такими людьми. Мы работали вместе. Они потом оказывали мне доверие, избрав меня членом совета КЦ и председателем совета КЦ. Более того, доверили мне переделку документов, касающихся, собственно, выборов, формирования совета КЦ. И они были потом приняты практически вот в той редакции, которых я и предложил. Поэтому было здорово. И вот именно такие моменты, когда это было и творчество, это было и общение. Но самое главное, это было определенное созидание, которое, собственно, и привело к тому, в общем-то, очень хорошему результату, который мы имеем сейчас. С 2007 по, по-моему, в 2010 год я был председателем совета Координационного центра. Это время, когда как раз шла подготовка к делегированию домена РФ, разработка документов, принятие решений каких-то, по которым действовать дальше. Что будет дальше с доменом РФ и как мы его будем внедрять в жизнь. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, все ли получилось так, как задумывалось с доменом РФ? Или что-то пошло лучше, чем ожидалось? Значит, сразу скажу, что в целом все получилось так, как и задумывалось. В количественном отношении по прогнозам мы все прогнозы перевыполнили в разы в ближайшие же недели после запуска. Никто не ожидал таких больших цифр. То есть интерес был очень большой. Но тем не менее, и, наверное, помнишь и знаешь, что были проблемы с запуском, были проблемы юридического плана, которые потом закончились и фактически уголовными делами, и штрафами, и всем остальным. Это все можно было бы избежать. То есть в какой-то степени, мне кажется, мы чуть-чуть поторопились, не решив вопрос санрайза, вопрос того, куда пойдут деньги от первичной регистрации, что называется, вкусных доменов. И, к сожалению, моя идея не то, что не прошла, она не была реализована в связи с отсутствием интереса со стороны государства. Я напомню, что мы очень серьезно обсуждали, чтобы деньги, которые мы получаем от первичной регистрации от ряда доменов, могли бы пойти на, скажем, финансирование русских школ за границей, развитие русского языка в нашей стране и за рубежом. Была бы очень красивая идея, когда интернет работает на развитие нашей русской культуры, русского языка. Вот этого не произошло, произошло то, что мы помним. Но мы об этом уже все забыли. Мы видим, что домен РФ развивается, что он, так сказать, удобный, им пользуется. Поэтому будем считать, что в целом все было хорошо, то, с чего я начал. – Какая для тебя лично, даже больше, видимо, эмоционально, какое место занимает домен РФ в окружающем мире? Что это для тебя? – Ну, для меня это хороший вопрос, потому что все-таки, конечно, мы видим, что большей частью мы используем доменные имена, которые написаны на латинице, но есть что-то очень домашнее. Когда я вижу адрес предложенный, чтобы я его набрал по-русски, я это с удовольствием делаю. То есть это все равно как возвращаешься домой, и ты видишь, что за границей тоже хорошо, но дома как-то лучше. Поэтому для меня домены РФ кириллические все-таки ассоциируются с чем-то таким, что ближе всего может быть характеризовано как дом. – А что можно сделать, чтобы вот такая домашняя заготовка, то, что может ассоциироваться как дом, стало более востребованным в принципе? – Ну, у дома есть почтовый ящик. Ну, в смысле, раньше мы все получали письма на почтовые ящики. В домене РФ это сделать невозможно. Почты кириллической не существует. Стандарты этого не разработаны. Раскладки клавиатуры, позволяющие этого делать, тоже нет. То есть вопросов технических достаточно много. Они и технические, и юридические. И, к сожалению, вот прошло 11 лет, мы видим, что, собственно, пока ничего особенно с места не сдвинулось. – Ну, вот сейчас в этом году активно началась работа, связанная с универсальным принятием, таковым. – Да, да, да. Я тоже был приглашен в эту рабочую группу. Я надеюсь, что вот теперь, наверное, что-то может все-таки произойти. – Затянули. Видимо, была недостаточная поддержка государства. А именно по такого рода вопросам действительно нужно было бы очень серьезную поддержку со стороны не только нашего государства, со стороны всех стран, где кириллицы используются в качестве официального алфавита государственного языка, обеспечивать и получать. Но надеюсь, что это тогда произойдет. Если говорить о государстве, ты достаточно заметное время в своей жизни занимал высокий пост в Министерстве связи, руководил юридическим департаментом. – Вот с колокольня чиновника, с колокольня сотрудника Минкомсвязи, были ли у тебя рычаги и возможности улучшать или способствовать большему, более глубокому или быстрому развитию интернета в России? – Я делал для этого все возможное. – А расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересное. – Но самая большая проблема – это было объяснить чиновникам в те годы, что такое интернет и зачем он нужен, почему государство на него должно обратить внимание. И, собственно, даже была разработана целая такая операция, спецоперация, какой документ нужно положить на подпись нашему министру, который я ему и отнес, министру Леониду Джонычу Реймону, с тем, чтобы он просто бы написал резолюцию «Согласен», и с этого момента считалось бы, что координационный центр как-то легализован со стороны государства. Я пытался и проводил межведомственные совещания по вопросам управления интернетом, это еще 2004 год. Туда приходили ведомства, слушали, молчали, и единственное ведомство, которое мне хоть какие-то вопросы задавало и выражало хоть какой-то интерес, вот ты не поверишь, это было Министерство обороны Российской Федерации. Все остальные ведомства, и ФСБ, и мои же коллеги по ведомствам, которые были связаны с Министерством связи, и уж тем более Министерство экономики, никакого интереса к этому мелкому непонятному явлению, как интернет, который только отвлекает внимание от каких-то крупных нефтегазовых и прочих проблем, они не уделяли внимания и интереса не проявляли. Все изменилось через буквально 7-8 лет, как мы знаем, интернет попал в фокус государственных интересов, но вот возможно в том, что это рано или поздно произошло, и я, соответственно, такой интерес возбуждал, разъяснял и всячески содействовал тому, чтобы у государства были рабочие, канал взаимодействия с Координационным Центром, я сделал, я был назначен первым представителем государства, администрации связи в Совет Координационного Центра, поэтому действительно при мне Координационный Центр и интернет получил определенное государственное признание. Возможно, если бы этого не произошло, то у нас были бы приняты какие-то другие, более радикальные решения, которые уж точно бы не учитывали ни интересы российских пользователей, ни Координационный Центр и так дальше. Просто, когда внезапно всем это все стало интересно, оказалось, что система есть, работающая и так или иначе взаимодействующая с профильным министерством, поэтому чуть-чуть все пошло не в том направлении, в котором когда-то кому-то хотелось. Скажи, пожалуйста, а на твой взгляд сейчас нужно ли объяснять, стала ли больше информированность у людей, принимающих наверху решения? Вопрос сложный, потому что есть вещи, которые мы делаем, не задумываясь над тем, а как это работает. Ну, яркий пример, мы все пользуемся айфоном, да еще проще, мы пользуемся всеми часами, но никто из нас не сможет ни починить айфон, ни понять и объяснить, как работают часы. Тем не менее, мы этим пользуемся и, соответственно, успешно. Поэтому, слава богу, что степень проникновения интернета в государственную систему управления, вообще в быт каждого человека, достаточно высокая эта степень. Поэтому объяснить, что происходит, уже, наверное, необходимости нет. А в том, чтобы объяснять, а как это происходит, как это работает, уже, к сожалению, нет интереса у тех, кто пытается этим всем управлять, именно потому, что тут уже им... Понимаете, понимаешь, извини, что кажется, что если я нахожусь на высоком государственном посту и пишу какой-то приказ, да, то вот он должен быть исполнен независимо от законов природы, физики или электротехники, от которых зависит его исполнение. Поэтому, как мы видим, далеко не всегда сейчас решения, связанные с интернетом, просто могут быть исполнены. Ты это из личного опыта говоришь, побыв в шкуре чиновника, что вот есть желание издать приказ, и он должен исполнен быть. Да, конечно. То есть ты сам проходил сквозь это? Ну, разумеется, конечно. А скажи, пожалуйста, когда ты был чиновником в Айкен, такие истории существовали? И да, и нет. И да, и нет. Потому что, с одной стороны, там, конечно, люди намного более отчетливо представляют, как технически устроено, и что можно делать, и что делать нельзя. Но, к сожалению, когда жизнь ставит достаточно серьезные вопросы, в том числе перед чиновниками Айкена, им проще дать команду и, соответственно, дальше требовать, чтобы все ее исполняли. А когда это, опять-таки, вступает в противоречие, но с определенными внешними сложностями, то это все не исполняется. И, соответственно, мы это помним, как переносились несколько раз, если не ошибаюсь, ситуации с ключами безопасности. Я помню, какой, в общем-то, непреодолимой проблемой была имплементация GDPR для тех, кто занимается регистрацией доменных имен, связанных с Европой. И это как раз, к сожалению, тоже отражает, ну, тот не очень, наверное, хороший факт, что очень многое именно в деятельности Айкена приобрело достаточно формальный бюрократический характер. И это, конечно, нездорово. Хорошо. Интересно. Вот смотри, ты упомянул ключи подписания в зону и всего прочего. На твой взгляд, что сейчас и вообще, что, в принципе, помешало ДНС Секу взлететь массово и широко? Может быть, что-то нужно сейчас изменить еще, может быть, еще не поздно. И вот эта больше технологическая вещь, чем маркетинговая, она как-то может сработать. Может быть, какие-то необходимые действия предпринять нам здесь на местах. ДНС Секу. Насколько он все-таки расценивался как нечто полезное теми, кто работал, что называется, в поле? То есть региональными регистратурами, национальными, так сказать, администраторами и так дальше. Или насколько все-таки это было некое, ну, не указивка, да, по-русски говоря, а некое благое пожелание, высказанное очень умными людьми, но которые, тем не менее, это говорили как приказ сверху-вниз. То есть если бы, мне кажется, такого рода инициативы больше шли снизу-вверх, то и эффект был бы намного более позитивным и более расширенным. Поэтому мне трудно судить причины, по которым это все, как ты говоришь, не взлетело. Наверное, для кого-то, наоборот, все взлетело и очень хорошо летает. Но я боюсь, что все-таки основное то, что это было не поддержано как нечто свое, как нужное именно нам, а это вот для тех, кто работает в странах, кто регистрирует в странах и так дальше. Нечто подобное с процедурами UDRP, да, когда вроде бы это очень полезная и удобная вещь. В каких-то случаях нужно, чтобы изменялось, корректировалось законодательство, чтобы эти процедуры работали. Но, как выясняется, все-таки для очень многих юрисдикций, но, как я понимаю, для России тоже, это все не является столь уж либо удобным, либо понятным способом решения конфликтов. И поэтому, ну, здесь уже, наверное, к сожалению, пока так активно не используется. Вот ты сейчас в высшей школе экономики в основном занимаешься вопросами взаимодействия с какой-то молодежью, да, которая так или иначе приходит в отрасль, в новый мир, да, в разнообразные отрасли экономики. Скажи, пожалуйста, а видишь ли ты и чувствуешь ли ты в них заинтересованность в развитии как технологическом, так и организационном того интернета, который сейчас существует? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, в высшей школе экономики я все-таки занимаюсь в основном исследовательскими проектами, организацией исследований в области цифрового права. Но я преподаю, преподаю на факультете права, и, конечно, очень, причем преподаю курс, связанный именно с правовыми аспектами управления интернетом, ну, то есть это то, что как раз является предметом твоего вопроса. И я могу сказать следующее. Для меня немного обидно, что активного интереса к именно теоретическим вопросам, связанным с тем, как интернет управляется, как его управлять лучше, да самый простой вопрос, на мой взгляд, предельно интересный, который мог бы быть предметом ни одной диссертации, а что такое доменное имя? Вот Координационный центр занимается координацией регистрации доменных имен. А на что такое доменное имя с точки зрения права? Российского ли права или права вообще зарубежного, теории права? И вот такого рода вопроса нет, они не интересуются, не интересуют, и студенты знают, что есть правило КЦ, если что-то есть какой-то конкретный вопрос, почитаем на сайте, что написал КЦ, и будем делать. И подход достаточно утилитарный, то есть изучаются, обращаются внимание на те аспекты, правовые, в данном случае, аспекты, которые дают при использовании интернет-технологии способ зарабатывания денег. Правовые вопросы биткоинов, правовые вопросы конфликта доменных имен, товарные знаки, ну то есть все то, что и так Координационный центр знает, и, так сказать, то... То есть, иначе говоря, я, к сожалению, по сравнению с тем, что происходит, происходило в рамках деятельности Координационного центра, интереса к чему-то новому, при всех моих попытках этот интерес привить, к сожалению, не очень вижу. И, возможно, это связано и с новыми подходами к образованию, когда действительно нужно очень утилитарные вещи как раз внедрять, чтобы давать людям возможность зарабатывать, чтобы они учились зарабатывать деньги. Но, как я уже говорил, какая-то обида в этом есть, потому что молодых людей это уже не очень интересует. А что интересует молодых людей? Ну, как я уже сказал, совершенно конкретные вещи, которые дают деньги, и то, как с правой точки зрения на этих конфликтах, на этих спорах можно зарабатывать. Другое дело, что с точки зрения права эти вопросы, они достаточно, ну, если не решались, то решены сейчас. интеллектуальная собственность, да, и прочие вещи, которые, ну, как-то вот привыкли, что вот решают, начиная там с каких-то судебных решений конца 90-х годов, и все. А правильно ли это, эффективно ли это, как это можно сопоставить с тем, как это делается за рубежом, может быть, более эффективно, такие вопросы просто не задаются. Какое твое мнение на вот эти сейчас распространенные разговоры о суверенитизации сетей в разных странах, об альтернативных ДНСах и вот таком окукливании, имеет ли это какую-то в будущем перспективу, да, можно ли вообще изменить парадигму сети сетей на вот такую сеть независимых сетей, и будет ли это все тормозить общее мировое развитие технологическое? — Я не являюсь техническим специалистом, да, как ты знаешь, и моих знаний о том, как интернет развивался, на каких технологиях он работает, все-таки достаточно, чтобы я мог сделать вывод, что интернет, технологическая система, предназначенная для доставки информации даже в условиях ядерной войны, он обеспечит доставку информации в условиях мира, что мы, собственно, и с успехом наблюдаем. Поэтому я бы разделял вопросы политические, связанные с суверенизацией и прочими, и, скажем, вопросы альтернативных ДНС, но пусть будут альтернативные ДНС, пусть что-то развивается, как даже если не подсистема, то как нечто дополняющее то, что сейчас существует на глобальном уровне. Другое дело, что для связи друг с другом между этими сетями мы все равно будем использовать стандартные интернет-технологии, то есть сам по себе интернет никуда не денется, его ядро, как было таким, оно и останется, я имею в виду технологическое ядро, поэтому при всех попытках создать нечто суверенное мы, в общем-то, все равно будем иметь интернет, ну вот, единый. Точно так же, как атмосфера над Землей, она же не делится физически на сегменты, где каким-то атомами могут дышать американцы, каким-то мексиканцы или так дальше. Все циркулирует, поставить границы, где, собственно, или в море на дне поставить государственную стенку все-таки невозможно, да, и экономически, и физически. Поэтому, да, какие-то дополнительные возможности будут предоставляться, какие-то ограничения будут вводиться, но интернет, он настолько технологически, но если не безупречен, то совершенен, что, на мой взгляд, вот от глобального интернета мы все равно не отойдем. Я надеюсь, что мы лет через 10, например, здесь с тобой соберемся тоже за этим столом и будем беседовать и вспоминать какие-то свои представления о будущем из сегодняшнего дня. Вот расскажи, побудь немножко футуристом, да, расскажи, каков будет интернет и где место доменных имен в этом интернете примерно через 10, может быть, больше лет. Я очень хорошо помню споры, разговоры, ну, самым активным участником был Марат Аликович Гуриев. Вот нам надо обязательно добиться, чтобы доступ, проникновение интернета в России был на хотя бы 10%. Вот 10% это будет качественный скачок, говорил Марат Аликович. Но мы давным-давно перешли 10%, и, так сказать, сейчас уже, наверное, 99%. Какой-то качественный скачок мы проглядели, это были постепенные изменения, а интернет, собственно, вот у нас повсеместно, и мы, соответственно, им пользуемся, не задумываясь, что и как. Мне кажется, что все-таки направление развития интернета будет все больше приближения его к тому, что говорят комодити, утилити, то есть жилищно-коммунальное хозяйство. Ну вот есть батарея, она дает тепло, есть в этом, извините, помещении туалет, куда, если хочется, нужно сходить, там, помыть руки. Ну, мы не задумываемся о том, кто является провайдером соответствующих услуг. Мы просто видим, что эти услуги оказываются надлежащим качеством. Ну, то есть вода идет горячая, засоров в раковине нет, температура воздуха комфортабельная. Все. И мы дальше ничего об этом не думаем. То же самое и интернет. Вот он есть, он достаточно скоростной, я могу к нему подключиться с помощью того устройства, которое есть у меня. Мне кажется, что направление будет идти в этом, ну, туда будет идти. А вот замена именами очень интересна, потому что были прогнозы, что, скажем, российская зона будет неинтересной, кириллическая зона будет такой вторичной и прочее. Но развитие, например, альтернативных способов идентификации, наиболее удобным из которых являются поисковые системы, приводит к тому, что есть люди, которые на этом делают просто бизнес. И, соответственно, я на своем, так сказать, примере, вот однажды был очень зол, мне нужно было купить билет компании Белави, белорусской, послетать в Минск или там через Минск как-то. Я это вот реально нашел в Гугле, вот, или в Яндексе этот Белави, и мне выкатилось там 35 рекламных сайтов, которые прилагали билет, в том числе Белави, но в Белави сайта там не было, потому что они не купили эту вот поисковую оптимизацию. И мне кажется, что вот такого рода вещи, они, наоборот, повышают интерес к доменам, потому что домен, ведь по-французски, по-английски это земельный надел, это участок, это, условно говоря, сетевая земля, которая принадлежит вам, вашей компании, вам лично. И никто у вас ее не отберет, если вы, разумеется, знаете там ее адрес, как прибраться на этот дачный участок. Но вот, собственно, и домены, они, на мой взгляд, как раз и будут служить таким универсальным идентификатором, удобным. Они никуда не исчезнут. И, в общем-то, люди не будут писать мой доменный адрес, ищите в Гугле по таким ключевым словам. Нет, они дадут буквенное словосочетание, особенно хорошо, если оно будет по-русски, кириллицы. И, собственно, люди будут этим продолжать пользоваться, даже как пользовались сейчас, а, может быть, даже с еще дополнительной юридической защитой прав тех людей, которые, соответственно, домены эти имеют. Поэтому я в этом плане оптимистично смотрю на то, что домены не исчезнут никуда. Будут, так сказать, земельные участки дорогие, красивые, удобные. РФ, РУ как раз относятся к этой категории. А есть куча, как известно, доменов, доменных зон верхнего уровня, которые имеют не самую лучшую репутацию, и куда люди стараются, попользовавшись их бесплатностью, больше туда не ходить. Поэтому как раз я думаю, что все будет хорошо. Что бы ты мог пожелать Координационному центру, как фактически одному из своих детищ, ты вложил много души и труда в работу Координационного центра, что бы ты пожелал ему в год 20-летия, какие его перспективы, может быть, что бы к 30-летию, к 50-летию Координационного центра должно было бы свершиться? Ну, самое простое пожелание, что бы и в год 30-летия, 50-летия все люди, которые сейчас работают в Координационном центре, продолжали бы в нем ударно трудиться, были бы здоровы, так сказать, в здравом уме, в доброй памяти, и благодаря своему опыту как раз сделали бы работу Координационного центра еще более, так сказать, эффективную и правильную. Но, разумеется, по силу целого ряда причин этого не будет. Все равно придет новое поколение, которому нужно будет передавать опыт, рассказывать, как это было, как это нужно организовывать. Это, естественно, нормальный процесс. Поэтому пожелать могу, чтобы люди, которые будут приходить сюда, чтобы они помнили о том, кто и как начинал, кто и как, главное, почему, принимал соответствующие решения. Решения в основном были оптимальными. То есть я не помню, чтобы у нас были какие-то решения, которые подвели бы под угрозу существование доменной зоны или приводили к каким-то отказам крупным. Это все было сделано на очень хорошем техническом, научном уровне. И тут, помимо пожеланий здоровья, о которых я уже говорил, я бы еще пожелал определенной степени взаимного уважения и взаимного доверия между всеми, кто участвует в процессе регулирования доменного пространства, управления интернетом. Потому что без доверия, без уважения друг к другу интернет бы не стал таким, каким он стал. Очень важно, чтобы эти очень человеческие отношения и доверительные, и уважительные они бы сохранялись независимо от того, кто в Координационном центре будет и через 10, и через 20 лет. Спасибо большое, Михаил. Постараемся выполнить все пожелания. Спасибо. Это был Михаил Якушев. Это был Координационный центр. Мы будем продолжать. Всем пока. Координационный центр. Спасибо. 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 Спасибо.